Всем привет! С вами Б-16! Всех с наступающим! В этом видео мы будем открывать подарки! Вот она, чудесная поляна подарков! Вы спросите, а что же в этих подарках такого необычного? Давайте посмотрим. Например, например, например... Вот этот подарочек. Что же нас там ждет? Давайте постучим. А там у нас пожелание от Павла Хрипункова. Б-16. Желаю тебе удачи и побольше радости. Я смотрю тебя долго. Мне нравится твой контент. Не забрасывай плес. Побольше крутых и топовых фрагов. Люблю тебя, как брата. Передай мне привет в видео, если не трудно. Ну или как хочешь. Может, не хочешь. Дружи, конечно же, я передаю тебе привет. Привет тебе, Павел. Спасибо тебе за твое пожелание. Удачи тебе, успехов в наступающем 2017 году. Продолжай смотреть. Ставь лайки. Потому что ваши лайки, ребятки, очень сильно меня мотивируют. Как и комментарии, как и критика. Хорошая, плохая. Любая критика всегда полезна. И прежде чем перейти к следующему подарочку, давайте подумаем. Как изменился Раст за прошедший год? Кто-то скажет, что Раст скатился. Нет, ребята. Раст не скатился. Но изменения, конечно же, произошли. А какие? Ну давайте так подумаем с легонца. Игра сменила несколько систем. Были чертежи. Всеми нами любимые чертежи. По большей части всеми. Чертежи ушли в небытие. Пришла система уровней. Все так прям очень-очень-очень сильно возлагали на нее надежды. Мол, она изменит геймплей кардинально. Она изменила. Она прожила достаточно долго. И ушла в небытие. Теперь у нас система компонентов. Она хорошая. Со своими минусами. Со своими плюсами. Мы ее хорошо приняли. И как бы мое мнение. Мое мнение такое кратенькое. Мне она нравится больше, чем система уровней. На самом деле, я, конечно же, больше люблю чертежи. Но систему компонентов можно с ними объединить. И получится хороший такой хороший геймплей. Ну давайте просто подождем. Всему свое время. И пойдем расколоть им еще один подарочек. Так. Давайте-ка вот по вот этому постучим. Следующее пожелание у нас от Волосникова Александра. Я хочу поиграть в Раст. Он есть, но открыть я его не могу. Пишет прекращение работы. И удачи Бэшику. Дружище, такое бывает. Что я тебе могу посоветовать? Самая базовая проблема при запуске Раста это несоответствие системным требованиям. Рекомендую тебе сходить в Steam. Посмотреть на системные требования, на минимальные. сравнить со своей конфигурацией компьютера или ноутбука. Потому что зачастую, как я понял на своем опыте, большая часть проблем при запуске связана, например, с нехваткой оперативной памяти. Но чаще всего у людей просто по всем фронтам не соответствует конфигурация системным требованиям игры. А это, как ты понимаешь, не позволяет насладиться игровым процессом. Удачи тебе в наступающем 2017 году. Надеюсь, раз у тебя запустится. Ты решишь свою проблему. Спасибо тебе за твое пожелание. Итак, ребятки. Надо выбрать следующий подарочек. Я вот думаю, какой. Давайте поднимемся повыше и посмотрим. Тут такая полянка прямо, ну, как сказать, она классная, она большая. И там вот, там что-то даже горит вдали. Но мы туда не пойдем. Я думаю, это всего лишь банальный костер. Ледорубчик. Все по фэншую. Ледорубчик это такой, как бы, такой предмет, который за мной закрепился. В некотором смысле. Потому что были у меня классные серии, когда я ледорубом разносил прямо, ну, не кланы, конечно, но большие скопления противника. И тут даже дело не в том, что это удача или скилл. Это очень фаново смотрится. Потому что в Расти очень мало используется оружие ближнего боя. Только на начальных стадиях там копии и все, что попало. В основном, конечно же, Раст превращается в Counter-Strike. То есть мы играем, все классно. А через некоторое время, когда уже прокачиваемся, начинается банальный Counter-Strike. Мне не очень нравится эта стадия. Нет, она, конечно, классно постреляться. Но я могу постреляться и только постреляться на Battlefield сервере. В Расти мне нравится самая ранняя бомжи стадия. Это, ребятки, очень круто. Ты бегаешь с копьем, там, с пайпом, с хиокой, с оружием ближнего боя, с мачете, с ледорубом. Это очень фаново, это интересно. Там есть классные моменты. В отличие от обычных пострелушек с калаша. Я надеюсь, в будущем крафт оружия как-то усложняет, сделает его более разнообразным, более сложным. Например, в других играх собери вот это, найди шурупы, найди то, найди вот то. Надеюсь, это будет очень хорошо вписано в игру. Ну что же, ребятки, я хочу вот этот расколотить. Давайте посмотрим, что в нем. Так, 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 так. Ну что же, ломаем, ломаем. Вот и скатывайся, дружище. Так, а тут у нас пожелание. Пожелание. Давайте посмотрим, от кого. От Пронькина Даниила. Желаю тебе до Нового Года 100к подписчиков. Спасибо тебе, дружище. Спасибо за хорошее пожелание. Удачи и успехов в наступающем 2017 году. Итак, ребята. Давайте подумаем, какой подарок будет следующим. На горке уже один сломали. Надо переходить к другому. Так, 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 так. Поляна огромная, а мы все в центре крутимся. Давайте передвинемся куда-нибудь подальше. Тут выбор шикарнейший. Такой широченнейший. Что же у нас тут есть такого интересного? Красивые такие подарочки. Я, кстати, там вижу, ребятки, парашюты. Это очень интересно. Это очень интересно. Не, ну самолетов в раз, конечно, маловероятно, что введут. Очень маловероятно. Но чем черт не шутит? Все возможно. Так. О, ребятки, посмотрите, какой интересный подарок, который висит в воздухе. Он так и просит. Сломай меня. Сломай именно меня. Я очень прикольный. Итак, начинаем ломать. И что же у нас в этом подарке? Чье пожелание спрятано именно тут? А тут у нас пожелание от Иванова Максима. Желаю удачи, подписчиков, здоровья, денег. Дружище, спасибо тебе за хорошее, полезное пожелание. Тебе желаю того же. Ты, наверное, конечно, не ютубер. Но если уж начнешь, то желаю тебе, конечно же, подписчиков, лайков и комментариев. Удачи и успехов в новом году. Наступает утро. Наступает, а мы ищем следующий подарок, который будем ломать. Давайте подумаем, какой? Какой же мы сломаем подарок? А пока мы выбираем, можно подумать о том, что же не добавили в Rust. Кстати говоря, ребята, я, скорее всего, всего не упомню. Поэтому вы можете написать в комментариях. Давайте вот просто из последнего. Я помню то, что было почти готово. И надеюсь, что все-таки это в ближайшее время добавят. Я как бы хочу увидеть это в 2017 году. Очень сильно хочу. Поехали. Мортира. Огненная турель. Ловушка, которая ставится за дверью и стреляется, когда ты открываешь дверь или взрываешь дверь. То есть она однозарядная. Я помню эту модельку. Наконечники для стрел, что очень-очень круто. И именно это мы все очень сильно ждем. Потому что это ранняя игра. Это пробивание брони. И тогда, в принципе, лук и арбалет могут тягаться с калашистами в топ броньки. Что еще такого я мог забыть? Ребятки, вот реально, видите, из головы все вылетает. Хотя, хотя он раньше все помнил. Что у нас еще такого было готово? А давайте все-таки вы в комментарии напишите. Мне будет интересно почитать. И я хочу сломать, хочу сломать вот какой-нибудь из этих подарочков. Например, вот этот. Давай ломаем так. А тут у нас, тут у нас очередное интересное пожелание. От Артура Чижик. Чижик. Артур Чижик. Желаю тебе всего самого наилучшего. Чтобы у тебя все было хорошо в жизни. Миллионы на канале не так важны. Главное, что ты жив, здоров. Но все же желаю миллион подписчиков. И чтобы ты тащил в расти всегда. Дружище. Большое спасибо. Спасибо за реально искренние, хорошие и красивые слова. Потому что главное это здоровье. А уже потом все приложится. Видео, игры, развлечения, отдых, работа. Главное, чтобы вы были здоровы, ребята. Чего и вам желаю. Здоровья в новом году. Потому что без этого ничего не нужно. Здоровье самое главное и самое важное. Его не купишь за деньги. Поэтому не прожигайте здоровье в никуда. Думайте о будущем. И давайте поищем следующий подарочек. Под парашютиком что-то интересное есть. Давайте под парашютом разобьем какой-нибудь хороший подарок. Так, ты у нас не подходишь. А вот смотрите, ребятки. Вот прям как будто он прилетел сверху. Вот этот подарок мы сейчас и расколотим. Давай, подарунок, открывайся. О! Так, а что у нас тут, ребята? Пожелание. Давайте его зачитаем. Шнайдер Александр. Желаю тебе один додекальон подписчиков. Дружище. Это большое число. Я даже не могу его вообразить. И я даже не уверен, настоящее ли оно. Может это твоя выдумка? Но я, конечно же, проверю. Спасибо, дружи, за такое хорошее пожелание. Это большущее, огромнейшее число. Желаю тебе успехов. Удачи в новом году. А мы будем искать очередную жертву, в хорошем смысле слова, чтобы расколотить ледорубчиком. Жалко, что у меня ледорубчик, ребятки, обычный. Они в новогоднем стиле. Такие уже, кстати, есть. Они весьма красивые. Напоминают, правда, конфеты. Ну, это ледоруб. Смертоносное оружие. То, что помогает альпинистам. И то, что помогает врасти. Уничтожать врагов, ребята. Уничтожать полностью. Итак. Давайте подумаем, что бы нам сломать. Я хочу... О! Очередной воздушный подарок, который висит в воздухе. Залагал. Залагал. Давайте его сломаем. Так. Ломать, ломать, ломать. Тут у нас пожелание. Так. И что же там? Сейчас, ребятки, зачитаю. Карабулат. О! Это интересно. Добра и счастье. С любовью от Булата. Очередное пожелание от Булата. Он оставил сразу несколько. Булат, спасибо тебе. Карабулат, это очень необычный человек. Он модератор у меня в группе. И у него очень интересное чувство юмора. Потому что его шутки, они всегда необычные. И мне смешно, и другим смешно. И они реально такие прямо в тему. И... Прямо вот, как сказать, они уникальны. Потому что я нигде больше такого не видел. Дружище. Желаю тебе успехов, удачи в новом 2017 году. Спасибо за твои интересные, хорошие и полезные пожелания. А мы переходим, ребятки, к следующему подарку. Так, 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 так. Бочка, бочка, бочка. Кстати, ребятки, а тут у нас что-то есть, да? Но мы не будем кушать. Мы сломаем подарок, который находится рядом с бочкой. Ну что же, поехали ломать подарок. Ду-ду. И тут у нас классное пожелание от Волкова Лехи. Желаю счастья, добра, любви, доброты, миллион подписчиков и, конечно, верности от нас, твои подписчики. Дружище, спасибо тебе за красивые слова. Спасибо же за пожелания. Надеюсь, подписчиков будет много. Мы с вами проделали долгий путь. Многие смотрят меня, там, вплоть с нескольких сотен, с нескольких тысяч подписчиков. Спасибо вам за это. Вы меня мотивируете. Если бы не вы, я бы не делал эти видео. Так и просыпаюсь, я понимаю, что нужно делать видео. И иду. У меня уже все как по расписанию. Вайп. Я начинаю развитие, начинаю снимать видосики, пытаюсь захватить для вас самое лучшее. Я уже давно пришел к такому формату, что я включаю фоновую запись, бегаю, ищу хорошие моменты и только их складываю в видео. Конечно же, я все это переплетаю с диалогами, с разговорами, со своими советами, чтобы было не скучно, потому что сплошной ПВП. Ребят, есть Battlefield сервера, где сплошное ПВП. Поэтому я стараюсь сделать это как сериал, кино, то есть что-то такое. Я работаю над музыкой. Может, конечно, многие не замечают, но музыку я подбираю очень-очень так тщательно. То есть я не просто беру 10 треков и закидываю их на дорожку. Нет. Я сижу долго, порой до часа доходит, то есть на серию, я могу смонтировать серию за полчаса, а музыку буду выбирать сейчас. Буду подбирать, прослушивать, хороший трек подойдет, он под содержимое видео не подойдет, то есть я копаюсь в жанрах, во всем, то есть ощущаю себя таким композитором, да. Ну, композиторы только сочиняют, а я, конечно же, выбираю готовое. Но, тем не менее, вкладываюсь в это, чтобы вам было приятно слушать, а не так, чтобы на протяжении всего видео играл какой-нибудь драм-н-бейс, хотя где-то он в тему, а где-то не в тему. Надеюсь, вам это нравится, потому что музыка это то, чему я отдаю огромнейшее предпочтение, как в фильмах, так и в играх, так и в многих других ситуациях, потому что музыка, она может как убить игру и игровой процесс, так и, в принципе, из никакой еще игры сделать вполне себе приятное времяпрепровождение. Дружище, спасибо за пожелание, тебе тоже успехов и удачи. Переходим к следующему подарку, который у нас вот тут, вот здесь, да, 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 ой, хайкволите, ребятки, я хайкволите себе выбил, круто, тенечка. Ну что же, давайте постучим, так, 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 подарочек, раз, два, ба-ба, и тут у нас пожелание, так, 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 от кого у нас пожелание, давайте почитаем, от Бай Назаров, Даниил, Привет, Б16, желаю удачных киллов врасти, побольше лута, и чтобы в жизни все хорошо было, смотрю тебя с 4К подписчиков, желаю тебе долгих лет жизни, дружище, желаю тебе того же, здоровья, успехов, удачи. Как видите, ребятки, человек смотрит меня с 4 тысяч подписчиков, это очень-очень долго, спасибо за то, что он смотрит меня, спасибо за то, что вы меня смотрите, спасибо за то, что вы вообще есть, ставите лайки, комментируйте, критикуйте хейтерки, отдельный респект ось вам, я вас тоже обожаю, потому что без вас было бы немножко, как сказать, были бы все комментарии такие идеальные и красивые, то есть все хорошее, а с вами прям такая, как сказать, радуга, то есть контраст, вы создаете реально хороший контраст, хотя сами, наверное, того и не понимаете, когда пишете гадости, хейтеры тоже интересные люди, они разные бывают, мне нравятся хейтеры, которые пишут конструктив, потому что видео и дерьмо это не конструктив, ребята, это глупость, а вот когда пишут видео, неинтересно, потому что вот тут так, вот это то, вот тут, то есть буквально 2-3 предложения, вот это уже хороший хейтерский коммент, ребятки, мне такое нравится, я даже могу комментарий такому лайк поставить, потому что человек не поленился, он написал, что да, вот это мне не нравится в своих видео, мне нравится вот это, вот то, вот тут не так, это плохо, а не то, что зашел, название прочитал, видео дерьмо, дизлайк, отписка, дизлайк, отписка, обожаю такие вот комментарии, так что, что комментируете. Хейтерки, вам тоже спасибо. Продолжайте в том же духе. Вы стараетесь. У многих хорошо получается. Желаю вам тоже удачи и успехов. Чтобы в следующем году тоже ставили дизлайки. Спасибо. Итак, ребятки, пора уже завершать. Салатик уже ждет. Лицо пока еще не подготовлено к салату, но скоро уже будет в нем спокойно так спать. Желаю вам всем удачи, успехов. Хорошо провести 2017 год, по сдавать экзамены, закончить хорошо, кто школу, кто университеты, кто училища, кто все остальное, то есть все учебные заведения, чтобы все было хорошо. И никогда не забывайте, что учеба превыше. Если выходит мой видос прямо с утра, сначала отдайте предпочтение учебе, а потом смотрите видос. Так всегда приятнее. Сделали домашку и пошли смотреть мое видео. Ну что же, ребятки, удачи, удачи и с наступающим, для кого-то может быть наступившим на момент выхода видео, новым 2017 годом. Прощай, Ледоруб, я тебя отправляю в 2016 год. Что-то наверху наспавнилось, ну да ладно. Удачи, ребятки. Удачи, увидимся в 2017 году. Каким-то странным образом я проглядел комментарий, наверное, одного из самых моих активных подписчиков, Кирилла Дамакидиса. Извини, дружи, так получилось. Поэтому я подарю твоему комментарию место в конце этого видео. Спасибо тебе за твою активность. Желаю тебе удачи, успехов и хорошего настроения в 2017 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова